МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости телеканала ОСА. Мы рассказываем о том, чем живет Ачинск и Ачинский район. Хроники дня такими, как их видят наши корреспонденты. Вот о чем сегодня. Парку Победы нужна своя служба по благоустройству. Считаем деньги и рабочие руки. А за такую работу вряд ли деньгами надо давать. Узнаете, почему уличный пылесос в Ачинске все наоборот делает? Ну, я же честен передаю, правда. Честно, как на духу, Илай Ахметов подвел итог двух пятилеток во главе Ачинска. А мы спросили у горожан, как они оценивают работу мэра. Вместе с автоинспекторами мы учили водителей правильно парковаться. Смотрите, сколько стоит такое обучение в штрафах. Начну с математики. Вот цифры, от которых не знаешь плакать или смеяться. Парк Победы сегодня благоустраивает полчеловека, если точнее 0,4 человека в год. И стоит это 147 тысяч рублей тоже в год. Ну, какой можно порядок навести на 50 тысячах квадратных метрах? Это несколько футбольных полей. Так вот, Николай Костюченко, который за все отвечает, как сам говорит, посчитал, чтобы в парке до всего руки дошли, нужно увеличить этих полчеловека в 7 раз. До почти трех человек. Ну, соответственно, и сумма увеличится тоже в 7 раз. До 1 миллиона рублей с небольшим. И вот эти трое по расчетам Костюченко должны 20 раз в месяц чистить урны в парке, 4 раза в месяц косить траву и 7 раз в месяц снег выгибать. Такая сказочная получилась картина, что депутаты Гурсовета, которые это все слушали, не поверили. Поручили лучше посчитать. На том и закончилось очередное обсуждение новой службы, такой бригады по благоустройству парков и скверов. Ну, а мы переходим к другой теме. Это сегодня дождь пошел, а так в городе пыль столбом. Вот какое видео наши народные корреспонденты сняли. Комментировать тут особо нечего. Все и так понятно, без слов. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот могут ведь, если хотят. Не пылит. Проехал, вначале все смочил. Или это просто потому, что перед мэрией, поэтому все по правилам делают. А где просто люди ходят, там можно и напылить. А тут пыли не любят. Правда, так и надо. Этот вопрос мы задали главному инженеру Ачинского транспорта Эдуарду Мишхожеву. По телефону он объяснил, что если на дорогах толстый слой пыли, то смочить его полностью не получается. Зато в местах, где чаще пылесусят, там грязи меньше, и она не летит на мэрию. Ну, а если вы сняли что-нибудь необычное или возмутительное, звоните по телефону 577-55 или отправляйте в нашу группу ВКонтакте. АСА покажет. Наводим дальше порядок в городе. Вас ведь тоже бесит, когда автовладелец ставит машину посреди дороги или вообще на тротуаре. Хотя вроде правила дорожного движения все учили. Так вот, наша Елизавета Бабырькова устроила переэкзаменовку Ачинским водителям. Как минимум четверо за свои деньги научились парковаться правильно. Так могла бы закончиться парковка в неположенном месте для владелицы этого автомобиля. Но автоледи успела вовремя выйти госавтоинспектором. Поездка на автоэвакуаторе обошлась бы ей в 1000 рублей и плюс 5000 рублей штрафа. Такой рейд по парковкам новости ОСА устроили вместе с дорожными полицейскими. Инспекторы говорят, на площадке возле горсуда и налоговой инспекции штрафовать таких нарушителей можно хоть каждый день. Визитеры и работники ставят машины здесь и на газоны, и на места под знаком. Зачастую водители транспортных средств без опознавательного знака инвалид ставят транспортные средства, паркуют именно в местах, где им категорически запрещено. Ставят именно под знак парковки для инвалидов. Здесь сумма штрафа предусматривается 5000 рублей плюс еще эвакуация транспортного средства. Второй пункт назначения выбираем за городской администрацией. Здесь и эвакуатору в дело вступать не пришлось. Автовладелица сразу вышла к полицейским, вину признала. Обещала больше так не делать, но все же получила солидный штраф. Действие этого знака предусматривает эвакуация транспортного средства, содержание, эвакуация на штраф на счет. И еще одно место для нашей проверки – стоянка возле городской полиции. Как говорят госавтоинспекторы, здесь любимое место парковки ачинских водителей – пешеходный переход. По закону оставлять свой автомобиль можно не ближе, чем за 5 метров от зебры. В этот раз проигнорировавших это правила водителей оказалось трое. Каждому выписали по 1000 рублей штрафа. Елизавета Бабырькова, Вячеслав Кебиков, Новости ОСА. Это сегодня, пожалуй, главный вопрос, который волнует ачинцев. На улице уже снег растаял, а батареи жарят, как зимой. Естественно, горожане открывают балконы и окна, и получается, что платят люди за обогрев улицы. Плюс от сквозняков простуда случается. В общем, народ хочет знать, а когда же отключат батареи. Как нам сегодня прокомментировало руководство теплосетей, отопительный сезон в Ачинске закончится, как только среднесуточная температура установится до плюс 15. Отключение города от тепла планируется сделать за два дня. Так что терпите и платите. Это рубрика «Главный по Ачинску». Сегодня дежурная я, Елизавета Бабырькова и наш оператор Александр Сиделев. Начнем. Сейчас мы находимся на 7-й микрорайоне. Рядом с нами, как его еще называют по старинке, гастроном номер 63. Здесь прохожим открывается не очень привлекательная картина. Железное ограждение, которое признано и украшать, и препятствовать выходу на крышу, само стало объектом повышенной опасности и буквально сползло вниз. Кто обязан привести ограждение в порядок? Этот вопрос от жителей мы направили в управление ЖКХ. Разобраться в нем нам пообещали в ближайшее время. А мы отправляемся дальше. И вот мы уже находимся в привокзальном районе. Я стою на одном из самых оживленных перекрестках. Одна дорога ведет в сторону автобусной остановки, другая на объездную. Третья ведет по основному автобусному маршруту. Мало того, что пешеходу здесь пройти невозможно, не подвергая своей жизнеопасности, так еще и коммунальщики постарались. Перекопали дорогу, засыпали ее гравием и оставили, как будто так и должно быть. Они сначала буквально недели две прокопали, трубу положили. На следующий день уже выкапывали, трубу опять новую вытаскивали. Вся разорвана и по новой сделали. Не знаю, надолго или нет. В управлении жилищно-коммунального хозяйства нам рассказали, что работы на этом участке проводит фирма «Адептстрой». Они прокладывают инженерные коммуникации к строящимся домам 5-го привокзального микрорайона. Восстановить асфальт компания обязана нам до конца летнего периода. Завершить нашу рубрику хотелось бы истории позитивной. Сейчас мы находимся во дворе дома номер 18, что находится в 3-м привокзальном микрорайоне. Здесь жители совместно с управляющей компанией стали дожидаться весенних субботников и уже начали приводить свой двор в порядок. Я вот живу на 17-м доме, цветами занимаюсь. На 31-м доме есть женщины, женщины много в подъездах, помогают садить цветы, сами высаживают. Есть во дворах такие еще жильцы, которые хотят красоты, чистоты, ну и помогают также. На сегодня у нас все. Это была рубрика «Главный по Ачинску». Елизавета Бабырькова, Александр Сиделев, телеканал ОСА. А что касается сломанного ограждения у торгового ряда «Феникс», то мы дозвонились до управляющего Дениса Самсонова. Он нас заверил, что к 9 мая все восстановят, порядок наведут, забор отремонтируют. Мы обязательно проверим. А если вы хотите, чтобы главный по Ачинску приехал к вам во двор или на вашу улицу и рассказал, что не так и когда все это кончится, звоните нам по телефону 577-55 или 638-5. Илай Ахметов 10 лет во главе Ачинска. Об этом снимают фильм, пишут краевые газеты. Мэр напоминает так горожанам. Две пятилетки мы не просто так жили, а развивались. Сегодня мэр сам рассказал, что важного он сделал для людей. Для меня это какой-то рубеж, 10 лет, как я работаю главой города Ачинска. Это первая встреча юбиляра во власти Илая Ахметова. По словам самого мэра, он планирует еще общаться с горожанами. Это будет такой экзамен на аттестат зрелости после 10 лет работы. Мы выбрали наиболее интересные высказывания Ахметова. Про благоустройство. Ачинск самый зеленый город в Красноярском крае. Докажите мне обратное. Самый зеленый. Вот давайте мы, когда в мае все это расходим, ну, к сожалению, нет пальмы у нас, да, или, к сожалению, может быть, к радости, да, а то мартышки появились. Давайте посмотрим. Каждая улица, это же просто. Водитель говорит, да не видно еще, хорошо, здесь обрежем, здесь мы посмотрим, чтобы видимость была ГАИ, говорит, тут вот претензии такие. Вы посмотрите, какая зелень. Все парки, все парки у нас работают, все скверы у нас работают. Да, порядка недостаточно, да, да, наводим. Про строительство. Начнем строительство зала борьбы. Сколько лет мы ждали? Уже добро получено. Начнем. А дальше зал бокса, дальше фок, гостиница. Конечно, задача во всем великолепии завершить Олимп. Про коррупцию в команде Ахметова. Я тоже говорю, чемоданами носят, носят, и говорю, а что мимо меня-то все как-то. Вот первые мои слова были, когда команда приступила к работе. Денежный поток приличный. Человек слаб. Но, знаете мою позицию. Если у вас рука потянется к государственной казне, или к краевой, или к муниципальной, я защищать вас не буду. Я, наоборот, буду вас подталкивать туда, в сторону, где сидят. Про новый срок мэра Ахметова. Ну, я же честен перед вами, правда. Не думаю я про это. Вот еще сколько там лет, да, пахать надо и отвечать за свои поступки любые. Но если вы настаиваете, что вот пойду, не пойду, какой третий, четвертый, я уж не знаю, какой, хоть какой срок вы мне скажите. Я-то сколько уже? Двесть лет это какой срок? Третий, да? Я уже, наверное, третий срок тогда. Тогда четвертый выходит, да? Не пойду. Вот так выглядят 10 лет по версии самого Илая Ахметова. Ну, а мы спросили у Ачинцев, что думают они о двух пятилетках. Правда ли это 10 лет развития? Смотрите, что говорят горожане в рубрике «Пять человек сегодня». Сколько он уже у руля, ничего хорошего в городе не произошло. Дорог нет, грязь кругом, пыль, грязь, не убирается город, совсем не убирается. Ни дорог, ни порядка, вообще ужасно, у нас никогда, по-моему, такого города не было. Мне вообще не нравится наш город теперь, хотя я родилась в городе и живу всю жизнь. По-первых, как он пришел, было дело и хорошо развивалось. Ну, сейчас, сами видите, маленько призапустил он это дело. Вы, наверное, помните, сразу и дороги у нас все закатали, и как-то зазеленение. Я помню, он ходил сам, интересовался, где такие здания убирали, все. Ну, такое вот. А сейчас, ну, сейчас я не знаю, как, ну, как сказать. Город не Акти-то сильно такой чистый. Ну, поэтому, ну, что развилось? Посмотрите, одни торговые комплексы понастроились. Как работы не было, так и нету. Хоть бери да уезжай из этого Ачинска. То есть вообще нулевая перспектива здесь дальнейшей жизни. Давно пора сменить уже. То есть надо нормальный человек, который за Ачинск работает, а не где-нибудь там работает. Это моя точка зрения. Никакие. Что, что может он себе в заслугу поставить? Я даже не знаю. На выходных скрылся лед на Чулыме. Обычно это зрелище, как сериал, растягивается на несколько дней. А нынешняя весна особенная. Река пошла экспресс-методом. Но наш оператор успел поймать красивые кадры. Смотрите, как это было без комментариев. Смотрите, как это было без комментариев. Смотрите, как это было без комментариев. В кошельках у Ачинсов появятся деньги. Новый четвертак. Так в советское время называли 25-рублевую купюру. Только теперь это будет монета. Выпущена она к Чемпионату мира по футболу. Он пройдет летом 2018-го. Но даже если вы не фанат, с этой монетой можете почувствовать себя где-то рядом со спортом. Итак, вот как выглядят новые деньги. Они цветные, другие обычные. Выпущено всего более 20 миллионов. Что вполне может хватить и вам. Это рубрика «Горячая линия». Мы принимаем ваши вопросы и ищем на них ответы. Сегодня дежурная по рубрике я, Наталья Солодовник. Начнем. Правда ли, что приостановили выплату компенсации оплаты за детсад? В СМИ пишут, что красноярские родители не будут ее получать как минимум до конца апреля. А как у нас с этим в Ачинске? За ответом мы обратились к руководителю управления образования Татьяне Быковой. Она ответила, что Ачинским родителям выплаты продолжаются. Добавлю, что теперь к новому порядку ее получат только те, кто нуждается. То есть, если у вас полтора прожиточных минимума на одного члена семьи. В среднем около 16 тысяч на человека. Поэтому, если на трех членов семьи доход не превышает 50 тысяч, им будет назначена соответствующая выплата. Если превышает, они не будут ее получать. И этот порядок для тех, чьи дети в сад еще не ходили. Те, кто получал выплату, продолжают получать ее по старой схеме. 20% от родительской оплаты за одного ребенка, 50% за двух и 70% за трех. Напомним, плата за детсад в Красноярске составляет 1990 рублей в месяц. Нам пожаловались жители улицы Дзержинского. У них во дворе дома номер 47 стая бродячих собак ходит. Люди спрашивают, а куда звонить, чтобы их отловили. В пресс-службе мэрии дали вот такой ответ. А словом бродячих животных у нас в городе занимаются две компании. ИП Евдокимова, и благотворительный фонд «Белка и Стрелка». Их телефоны сейчас на экране. И еще одна история из жизни. В одном из дворов Ачинска в 3 часа ночи у припаркованного авто замыкает сигнализацию. И ее вой продолжается до 10 утра. Я не представляю, как жители подъезда за столько времени ничего не предприняли. У меня только одно предположение. Может, они не знают, куда обращаться? Даю подсказку. Экстренный вызов 112 с любого мобильного. Полиция обязана разобраться с нарушителями тишины. Ваши вопросы мы принимаем по телефону 577-55. Звоните. Будем искать ответы. Это все на сегодня. А если у вас есть новости, звоните по телефону редакции телеканала ОСА 577-55. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и рассказывайте о нас друзьям. Впереди еще прогноз погоды. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.